Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий, Андрей Печерин. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». С такими словами обращался к народу святой пророк и креститель Иоанн на реке Иордан. В IV веке проповедь покаяния возвестили уста преподобного Ефрема, знаменитого сирийского подвижника, христианского богослова и поэта. Преподобный Ефрем — необыкновенно плодовитый писатель. Число его творений достигало тысячи, и это даже если исключить из него составленные им молитвы, отчасти получившие богослужебное употребление. Ещё при жизни преподобного Ефрема его слова и беседы были переведены на греческий язык и читались в церквях наравне со священным писанием. До сих пор звучит голос этого сирийского подвижника в его творениях. Призывает нас к покаянию, к борьбе со своими страстями, возделыванию добродетелей. Именно покаяние является главной темой и этой книги. Сегодня мы продолжаем вознакомить с собранием сочинений одного из величайших учителей церкви, преподобного Ефрема Сирина, который выпускает свет издательства «Сибирская Благозвонница». По словам автора очерка, который предваряет полное собрание сочинений этого знаменитого подвижника, преподобный Ефрем Сирин всегда пользовался общим уважением в церкви, как по своей жизни, так и по писанию. Святой Григорий Низкий говорит, «Прославлять мне надобно Того, Который на устах у всех христиан, Ефрема, Жизнь и учения Которого сияют во всём мире, Ибо Он известен почти всей Подсолнечной, И только разве те Его не знают, Которые не знают Великого Светильника Церкви Василия Великого?» По своему содержанию многочисленные творения преподобного Ефрема можно разделить на следующие разделы — толковательные, духовно-нравственные, духовно-догматическо-полемические, молитвы и песнопения. Мы же сегодня рассмотрим его духовно-нравственные сочинения, которые раскрывают нам покаянную тему. В этих сочинениях преподобный Ефрем является по преимуществу проповедником сокрушения сердечного. Ни о чём так много не говорил и не писал он, как о сокрушении сердечного, о необходимости непрестанно проливать слёзы покаяния, потому что и сам он был проникнут чувством глубочайшего сокрушения. Святитель Григорий Низкий говорит, что непрестанно плакать для Ефрема было тем же, что для других дышать воздухом. «Кто будет читать его писание, прибавляет святитель Григорий, тот увидит, что он не тогда только плачет, когда говорит о покаянии, но и в похвальных словах, где другие обыкновенно выражают радость. Ни днём, ни ночью не отступала от него мысль о грехах. На ложе моём, — говорил он в одном из своих умилительных песнопений, — помыслил я о тебе, человеколюбец, и в полночь восстал прославить благость твою. Привёл себе на память долги и грехи свои и пролил потоки слёз. Ободряли меня разбойник, мытарь, Мария, грешница, хананьянка, а также кровоточивая и самориныня при колодце водном. Они говорили мне, восстань, умоляя щедротах, Господь твой исполнен щедрот. В другой раз он поведал братья свои, как однажды среди размышлений о суете жизни временной напал на него великий страх. И он узрел очами сердца своего, Господа, сияющего во славе своей. «Господь сказал душе моей, — так говорит преподобный Ефрем, — «для чего ты, душа, возгнушалась небесным своим чертогом, который наполнил светом славы? Для чего ты, душа моя, невеста моя, ненавидишь причистого, бессмертного жениха? Для чего ты, душа, возгнушалась благами, какие уготовил я тебе во свете жизни? Для тебя я вошёл в общение со смертью, «Для тебя стал человеком я, я делал так, чтобы ангелы служили тебе, а ты возгнушалась небесным женихом». «Убоялся я, братья, — продолжает преподобный Ефрем, вникая в страшные слова Господни, и сказал, «Вы горы покройте грешника и нечестивца». Преклонив вниз голову свою, проливая себе слёзы, говорил, «Услышь, Владыка, плач мой, и не поступи со мной по всем делам моим». Полный сокрушения сердечного, преподобный Ефрем, когда желает и других расположить к смиренному сознанию своих грехов, всегда старается сначала поставить на вид своё собственное недостоинство. Нередко он начинает свои наставления такими или подобными словами. «Будьте по сердоболю своему сострадательны ко мне, братья, избранники Божии. Склонитесь на воззвание человека, который обещал благоугождать Богу и солгал сотворившему Его. Склонитесь, чтобы ваша молитва избавила меня от обладающих мною грехов. С детства стал я сосудом непотребным и позорным. Увы мне, какому подпал я осуждению. Увы, в каком я стыде. Подлинно у меня только образ благочестия, а не сила его». Желая в других возбудить сокрушение, святой подвижник всегда прежде старается возбудить его в себе. Часто слышатся в его наставлениях такие воззвания к самому себе. «Сокрушайся, душа моя! Сокрушайся о всех благах, которые получила ты от Бога и которых не соблюла. Сокрушайся о всех злых делах, которые совершала ты. Сокрушайся и кайся, чтобы не предали тебя во тьму кромешную». То же чувство сокрушения преподобный Ефрем старался возбудить и в других. «Придите, — говорит он в то время в этом слове, — «Братья мои, приидите, отцы, приидите, рабы Христовы, сокрушим сердца свои и будем день и ночь плакать перед Господом. Приидите, — воспомянем неизреченные и неописанные оные блага и сокрушимся. Приидите, — воспомянен тот страшный и в ужас приводящий престол, и тот стыд, который ожидает нас перед ним, и восплачем о себе». Как отмечает автор очерка, по опыту, зная спасительные плоды сокрушений и слёз, преподобный Ефремий в своих наставлениях другим живо изображал силу спасительного плача. «Начало плача, — говорит он, — познание самого себя. Плач созидает и охраняет. Плач отирает слезами душу, делает её чистой. Плач рождает целомудрие, отсекает прихоти, усовершает добродетели. Что ещё сказать? Плач ублажается Богом». Великая сила слёз, братья, читаем уже в слове о суде и об умилении. Умиление вселяет в нас единородного Сына, когда вожделеваем Его. Умиление привлекает на нашу душу Духа Святого. Удостоверьтесь, братья, что на земле нет радости сладостнее той, какая бывает от умиления. Изведали ли вы опытно, братья, силу слез? Озарился ли кто из вас этой радостью слёз по Богу? Если кто из вас, испытав это и усладившись этим во время усердной молитвы, возносился над землёй, то в этот час бывал он весь вне тела своего, вне всего этого века и уже не на земле. Таковой с Богом беседует, таковой во Христе просвещается. Непрестанно в словах преподобного Ефрема звучит напоминание о страшном пришествии Христовом, о последнем суде и будущей участи праведников и грешников. Тем самым проповедник покаяния сам возбуждал в себе сокрушение и перед своими слушателями изображал картину последнего суда. О чём бы он ни говорил, слово его как бы невольно склонялось к более или менее этому предмету. О том, что мысль о суде постоянно была присуща душе его, лучше всего показывает следующее его поучение. В один день, восстав рано, я ходил с двумя братьями вне благословенного града Эдессы, возводил очи свои на небо, которое, подобно чистому зеркалу, со славой осеивало звёздами землю. И в удивлении сказал, если звёзды сияют с такой славой, то кальми пачи праведные и святые, сотворившие волю святого Бога, в тот час, когда приидет Господь, воссияют неизглаголанным светом спасителевой славы. Но вдруг, говорит преподобный Отец, при воспоминании о страшном пришествии Христовом содрогнулись кости мои, и, ощутив смущение и в теле, и в душе, заплакал я с сердечной болью и сказал, воздыхая, «Каким я, грешник, окажусь в этот страшный час! Как предстану престолу страшного судьи! Что мне делать, когда святые узнают друг друга в чертоге небесном? Кто меня узнает? Праведные будут в чертоге, нечестивые в огне!» Мученики покажут свои муки, подвижники — свои добродетели. А я что покажу, кроме слабости своего нерадения? О, душа рассеянная! Душа грешная! Душа бесстыдная! Душа, ненавидевшая всегда жизнь свою! Долго ли присмыкаться тебе по земле? Однако сокрушение преподобного Ефрема не было горьким, безотрадным состоянием души. И сквозь слезы сияет в словах Его тихая небесная радость, истекающая из сердца, сердца полного любви к Богу и крепкого упования на своего Спасителя. Столб Церкви Столб Церкви Великий Отец и Вселенский Учитель Пророк Сирийский Солнце Сирийское Духовный философ и глубокий ученый Ветийственные уста и цитра Святого Духа Так возвышенно отзывается о святом преподобном Ефреме Сирине и его современник, святитель Григорий Низкий. В чтении творений знаменитого сирийского подвижника с древности и до наших дней православные люди, стремящиеся к духовному преуспеянию, находили и находят богатый источник назидания. В эту книгу вошли слова преподобного Ефрема, проникнутые покаянным настроением и сокрушением, за которые его по праву называют учителем покаяния. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok